Я смеюсь, потому что я тоже отвечал еще много раз на этот вопрос. Я веду с первого дня свой фейсбук сам. Эта возможность будет в контакте с харьковчанами и с украинцами. Да, у меня абсолютно открытый аккаунт, и меня могут комментировать все. Я был очень активным участником стройотрядовского движения. И вот начиная с 1984 года, я каждый год, все пять студенческих лет, был в студенческих строительных отрядах. Первые годы это были условия очень жесткие. Мы жили в палатках, я таскал бетон, я штукатурил, я бросал песок, я рубил деревья, лесоповал и так далее, и так далее. Потом, когда началась перестройка и вышел первый закон, который позволял открыть кооперативы и малые предприятия, мы это с друзьями сделали сразу же. Так появилось на рынке несколько компаний, которые достаточно успешно работали на стройках Западной Сибири, в промышленном и гражданском строительстве для газовых и нефтяных компаний. Мы просто залезли далеко, в хорошем смысле слова, мы залезли в болото, туда, куда мы понимали, что цивилизованный человек придет еще не скоро. Мы угадали. В 2006 году мне поступило добровольно-принудительное предложение, оно очень хорошее. И я одну из своих компаний, которая была профильной, продал. Получил за это очень хорошие деньги. Вложены они, можно сегодня сказать, что это глобальный рынок, это инвестиционные фонды, это фондовый рынок. Сейчас я вижу, что вложены успешно. Я очень хорошо помню февраль 2010 года, когда мне позвонил Михаил Добкин. Мы встретились, и он попросил меня прийти к нему, заместителем по экономике. Я понимаю, регионалов не любят и обвиняют абсолютно правильно, в первую очередь, за узупацию власти, за использование аппарата насилия против людей. против личности, за криминалитет, за тетушек, за отжимы, за откаты, за воровство бюджета. Я к этому совершенно точно не имел никакого отношения. Я абсолютно уверен, что нет такого человека, который придет, посмотрит мне в глаза и скажет, что Юра, я тебе дал взятку за что-то. Я не брал взяток. Ни разу ни я, ни мои компании не принимали участие ни в государственных тендерах, ни в тендерах, связанных с областным или с городским бюджетом. Я тратил деньги в областной администрации. Для меня это получился очередной благотворительный проект. Я отвечал за экономику, международное отношение и аграрно-промышленный комплекс. Например, в рейтинге социально-экономического развития регионов Украины Харьковская область до этого никогда не поднималась выше 24 места из 27. При моей команде Харьковская область последние три года была дважды третьей, один раз четвертой. При моей команде Харьковская область впервые в истории аграрно-промышленного комплекса собрала более 4 миллионов тонн зерновых. А наблюдения есть с 1913 года. При моей команде в моем менеджменте Харьковская область три года подряд занимала первые и вторые места после города Киева в рейтинге инвестиционной привлекательности и конкурентноспособности. Это гордость за регион. Это не только моя гордость. Люди должны этим гордиться.